Субтитры делал DimaTorzok Андрей, смотрите, я говорил о том, что это афера в исполнении Центрального банка. Давайте все-таки разделять афера людей, работающих в Центральном банке, и афера в банковской системе, потому что это немножечко другое. Мне кажется, что как раз вещи не совсем одно и то же. Смысл моего выражения состоит в следующем. Центральный банк – это орган денежной политики, орган организации расчетов Российской Федерации денежных, а также орган, отвечающий за банковский надзор. Это по закону, по Конституту, он должен заниматься тем, чтобы банковская система была устойчивая, чтобы банки не провали деньги клиентов, и чтобы мы могли им доверять. Вот, собственно, это задача Центрального банка. Теперь начинает выясняться, что Центральный банк не справляется с этой функцией. Ну, собственно, не только сейчас. Это мы наблюдаем, я думаю, так по-хорошему, с того момента, как кризис в 2008 году случился, когда банки начали рушиться в большом количестве. То есть 10 лет наблюдаем. Вот. И после этого Центральный банк вместе с правительством, вместе с агентством по страхованию вкладов принимают сомнительные решения, на мой взгляд, более чем сомнительные решения, об санации банков, которые фактически рухнули. Вот. За 10 лет банков, которые подвергаются санации, их уже больше всего десятков, при этом ни один из них, ни один из них не встал на ноги. То есть вот труп оживить никому не удалось. Сколько бы нам обещания не звучало, сколько бы нам чего не говорили, сколько бы там десятков или даже сотен миллиардов рублей не выделялось, вот, собственно говоря, ничего не происходит. Труп оживить нельзя. Вот. Но Центральный банк продолжает с таким маниакальным упорством настаивать на этой процедуре. Более того, более того, мне кажется, что вот, последнее решение о создании фонда консолидации банковского сектора, так называемого, да, то есть Центральный банк теперь вообще все забрал себе. Он сам следит, якобы выполняет функции надзора, не выполняет их, после этого принимает решение об отзыве лицензии, ну, или обведении временной администрации, точнее говоря, отдает банк фонд консолидации и принимает решение о выделении неограниченного количества денег на то, чтобы оживлять очередной труп. То есть вот и разбора полетов, по большому счету, то есть понимание, а, ребята, а проблема-то в чем? Вот как в Кемерово. Проблема же не в том, что там случился пожар. Пожары случают. Проблема в том, что людей не спасли. И то же самое в банковской системе. Ну да, бывает, конечно, там, в развивающихся экономиках банки рушатся. Но анализом причин, почему рушатся банки, да, и там, где воровство, а где отсутствие банковского надзора, вот этой работы над ошибками не происходит. Вот. И, соответственно, Центральный банк абсолютно полностью выведен из-под контроля. Он тратит неограниченные деньги. И, ну, вот уже сегодня, уже сегодня, фактически в руках государства находится более 73%, если по активам мерить, банковская система. Ну, по большому счету, это означает, что все остальные банки медленно должны умирать. Ну, потому что государственные банки, они пользуются неконкурентным преимуществом. Они могут работать как угодно плохо. И мы видим на практике, что ежегодно в федеральном бюджете есть деньги на выделение поддержки то одному банку, то другому банку, то третьему банку, то им все вместе взятым. Государственные корпорации выделяют деньги. Фонд национального благосостояния выделяет деньги Госбанкам. Ну, собственно говоря, вот государство тратит деньги на поддержку уже государственных банков, банкротов. И частные банки, ну как, нельзя конкурировать с тем, у кого нет ограничения по эффективности. То есть получается, что государственные банки могут работать в убыток, и государство их спасает. А частные банки в убыток работать не могут, потому что они банкротятся после этого. Собственно говоря, вот это и есть такой дефект принципиальной банковской системы. Мне кажется, что вся частная банковская система России поставлена в большой-большой удар. А что касается государственных банков, мне кажется, что опыт их существования показал, что последнее, на что можно рассчитывать, это на то, что они будут эффективно выполнять функции, вот такую наукообразно говоря, трансформации сбережений в инвестиции. Но и когда решения принимаются не исходя из экономических критериев, а исходя из звонков начальников, друзей, знакомых и так далее. Вот, ну, собственно говоря, вот эти две большие причины, я поэтому и называю всю случившуюся такой большой аферой в российской банковской системе. Сергей Ильич, я просто задал вопрос, к чему это может привести, то, что я за присыпкой посыпаюсь в перспективе долгосрочной. Ну, смотрите, вот понимаете, как, все, о чем мы говорим, вот там неработающая банковская система приводит к тому, что объемы инвестиций в экономике снижаются, что инвестиции распределяются неэффективно. Это означает, что темпы роста экономики будут ниже потенциала. Ну, то есть экономика, это еще одно лыков строка о том, что экономика не может быстро расти. Нигде в мире, нигде в мире без банковского кредита экономика расти не может. То есть, собственно говоря, это поддержка инвестиций, поддержка текущей деятельности предприятий. Если банки работают неэффективно, если банки работают нерационально с точки зрения экономических решений, то, конечно, все будет сдерживать экономический рост. Да, мне даже обидно. Вот есть симпатичные банки для меня, например, «Зенит», но они явно в такое положение поставлено конкурентное, абсолютно. Да много таких банков. И, в общем, что называется, я бы сказал так, что на сегодня все негосударственные банки поставлены в ужасающее положение. Конкурировать с государственным монстром очень тяжело. Да. А вот что скажете по «Промсвязьбанку»? Он решил свои проблемы уже вперед или на 10? Ну, понимаете, мы же до сих пор не видим, в чем будет состоять работа «Промсвязьбанка». Пока заявлено только одно, что этот банк создается для того, чтобы уходить от санкций. Вы знаете, вот, честно говоря, для меня такая мотивация, «Давайте мы создадим банк, который поможет оборонным реальциям, поможет банковской системе уйти в какой-то частичной мере от западных санкций». Ну, это вот как на персочнике играют. Это, опять, нерациональное экономическое решение. Это попытка исправить последствия плохого политического решения. Проблема состоит в том, что есть западные санкции. Западные санкции сдерживают, опять-таки, рост российской экономики, сдерживают технологический приток знаний, капитала в российскую экономику. В общем, отталкивают экономику, делают ее менее конкурентоспособной и менее эффективной. Вот вместо того, чтобы решать политическую проблему отмены санкций, понятно, что она решается достаточно просто. Выведите войска с Донбасса, отдайте Донбасс Украине. На этом все закончится. Санкции в течение короткого времени будут сняты. Так вот, вместо этого создается какой-то такой монстр, который опять будет государственным, который непонятно как и зачем будет управляться. И будет заниматься обслуживанием предприятий оборонного комплекса. Ну, хорошо. То есть, ему Минфин будет давать деньги, он будет давать деньги оборонным предприятиям, получать с них проценты за кредит и на эти деньги жить. Ну, такая очередная кормушка для государственных банкиров. А когда же у нас начнется оздоровление? То есть, у нас в России всегда надо дойти до какого-то края, до тупика, до пропасти, оттолкнуть от этой пропасти и обратно попасть. Когда же мы все-таки поймем, что мы такую модель построили, ущербную экономике? Слушайте, ну, что вы меня спрашиваете? Я давно понял, что у нас ущербная модель экономики и не только и в политике. Вот удастся ли нам в очередной раз оттолкнуться от пропасти, я не знаю. Знаете, пропасть – это понятие такое неоднозначное. Я, например, считаю, что в 1991 году Советскому Союзу не удалось оттолкнуться от пропасти. Он рухнул туда. И в 1917-м царской России тоже не удалось оттолкнуться от пропасти. Она подошла и свалилась. Просто там и после хаоса произошло что-то другое. Вот в 1991 году Советский Союз, в общем, он рухнул под тяжестью политического путча, неразрешимых экономических проблем. При всем моем уважении Горбачеву, как политическому деятелю на международной арене, с внутренними экономическими проблемами он справиться не смог. Он так и не решился пойти на экономические реформы. И вот там госпереворота путча августа 1991-го плюс нерешенность экономических проблем привели к тому, что страна свалилась в пропасть. И откуда у вас есть уверенность в том, что мы опять дойдем до края пропасти и не свалимся туда еще раз? Мне кажется, как раз Россия делает все возможное, чтобы свалиться в пропасть еще один раз. Я вас спрашиваю, потому что вы считаете себя российским беженцем, и вам со стороны значительно виднее эти процессы, чем мне, который вовлечен в это. Ну, вы знаете, я, к сожалению, знаете, то, что я считаю себя российским беженцем, ну, я таковой есть, да, я там, можно сказать, добровольный политический беженец. Но, тем не менее, я себя считаю гражданином России, я переживаю за Россию, я слежу за тем, что происходит в моей стране. Поэтому, ну, возможно, там, у меня какие-то повседневные, меньше вовлеченность повседневные дела, да, это освобождает время для какого-то такого, ну, не скажу отстраненного, но, знаете, «хеликоптер-вью», да, немножечко сверху посмотреть на ситуацию. Вот. Но я такой же россиянин, как и вы. Вот вы сказали, что главные риски для нашей экономики, ну, наши, наши, с вами, да, это мировая рецессия, ужесточение санкций. А некоторые эксперты, с которыми я уже провел интервью, говорят, что сейчас будет попытка примирения Западом, не Западом, с Евросоюзом, в связи с тем, что новые политики приходят в Евросоюз. И даже санкции могут смягчиться в этом году, в конце. Вы знаете, про смягчение санкций я слышу уже 4 года с тех пор, как они введены. И про раскол в Евросоюзе тоже слышу давно. И про неминулый крах доллара слышу уже лет 10, что он вот-вот рухнет. Я вынужден разочаровать этих экспертов. И мне кажется, что ситуация идет как раз совершенно в обратную сторону. Потому что приход, например, во Франции президента Макрона привел к ужесточению такой позиции Франции в отношениях с Россией. Приход в Германии новой коалиции, которая, казалось бы, слабая, которая ослабляет канцлера Меркель. Но там пришел министр иностранных дел, который бывший министр юстиции, совершенно незнакомый человек. И он занял намного более жесткую позицию по отношению к России. Он сразу сказал, что главная проблема с Россией, и то, что она не хочет соблюдать верховенство права. То есть она не соблюдает принципы правовой системы. И мы этому будем противостоять. То есть этот предыдущий министр иностранных дел в Германии, он как раз там, Зигарик Габриевич, по-моему, так его звали, вот он как раз был таким, достаточно пророссийским. Все время говорил, ну давайте искать компромиссы, давайте, может быть, смягчим санкции, давайте поэтапно что-то сделать. Вот новый министр иностранных дел в Германии, он как раз занял гораздо более жесткую позицию. Ну а, собственно говоря, вот последнее событие, то, что мы наблюдаем буквально на днях, когда вот массовая высылка российских дипломатов из 25 стран, ну слушайте, какое здесь смягчение санкций? Это, мне кажется, люди живут в какой-то иллюзорной нереальности. Они создают свою картину мира и пытаются объяснить, что сейчас Евросоюз расколется и начнет обниматься с Россией. Ничего подобного. Все идет прямо в противоположную сторону. Даже президент Трамп, который там и Путину позвонил, вроде как поздравил его, да, и тем не менее вышло 60 российских дипломатов. Мне кажется, что как раз вот ситуация, она качественно меняется. Знаете, вот бывает так, известный закон, переход количества в качество. И мне кажется, что как раз вот то, что мы видим сейчас, это изменение качественного отношения к России. Это уже не количество. Да, Сергей Ильич, но тем не менее, статистика показывает, что вложение в наши российские ОФЗ, там на 5-летних, по-моему, 6-летних максимумах, нерезидентов. Но, послушайте, рыба ищет где лучше, человек ищет где лучше. И мне трудно обвинять западных банкиров, которые хотят заработать на российском госдолге дополнительные сотни миллионов долларов. Эта операция финансовая не попадает под санкции. Благодаря таким мудрым, в кавычках, действиям Центрального банка, процентная ставка в России реально держится на супервысоком уровне. Высокие цены на нефть фактически гарантируют стабильность курса рубля к доллару. Ну, где еще на краткосрочных операциях западные инвесторы могут заработать, не знаю, 7-8% годовых? Да, с учетом леверджа, еще больше. Ну, почему мы их должны обвинять? Но это совершенно не отражает позицию государства. Потому что, смотрите, там заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что она прямо поставила вопрос о запрете клиринговым системам, международным клиринговым, европейским клиринговым системам работать с российским госдолгом. То есть, вот достаточно одного такого решения, которое будет принято в Великобритании, и, собственно, после этого на операциях нерезидентов на рынке ОФСЗ можно будет поставить точку. Владимир Владимирович, когда я ехал на это интервью, мне сказали, ты вот берешь интервью, но сейчас Сергей Владимирович не только экономист, но и уже стал немножко политиком. Это правильно? Ну, нет, наверное. Я думаю, что критерий политика – это человек, который участвует в политической жизни, то есть стремится выиграть выборы. Я не вижу себя участником выборной кампании. У меня никогда не было цели участвовать в выборах, а тем более побеждать на них. Ну, то есть, участвовать ради победы, если вы участвуете уже ради победы, у меня такой цели никогда не было. Поэтому, наверное, все-таки в этой системе координат я не политик. Вот не могу не спросить вас, о чем вы подумали, когда смотрели выступление Путина под федеральным собранием месяц назад про новые образцы вооружения. То есть, это некий месседж, что мы преодолели блокаду западотехнологическую, да, и мы можем разрабатывать без подпитки извне новые вооружения. Нет, мне такая мысль в голову не пришла. Мне пришла совершенно другая мысль о том, что мы видим перед собой Ким Чен Ына несколько более другого масштаба. Вот знаете, вот это выражение Верхнего Вольта с ядерными ракетами, вот мы такая, Северная Корея, с большим количеством ядерных ракет, которые готовы размахивать дубинкой ядерной, угрожать всему миру. Но, собственно говоря, вспомните, после начала, в середине 2014 года, когда были введены западные санкции, некоторые российские дипломаты начали там политкомментатора на телевидении, на федеральных каналах угрожать ядерным пеплом, там перенацелить ядерные ракеты на Данию, еще что-то такое было. Но, собственно говоря, когда до этого доходит президент страны, ну здесь, честно говоря, уже становится немножечко страшно, потому что речь идет о психическом здоровье, о психическом здоровье нации и конкретного человека. А насколько Запад это все воспринимает? Он воспринимает это как мультики 7-летней давности, либо воспринимает все очень серьезно? Я думаю, что Запад делится. Есть те, кто воспринимает это как мультики, а есть те, кто воспринимает это достаточно серьезно. И увеличение американского оборонного бюджета на 10% это более чем серьезное решение. Это и есть реальный ответ. Знаете, как наш ответ Чемберлену. Вот американский ответ Путину это не размахивание ядерной дубинкой, это демонстрация мультиков на презентации в Белом доме или в Конгрессе. А вот конкретные шаги, конкретные миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов лишние, которые выделяются на решение оборонных задач. Поэтому мне кажется, что игра такая слишком опасная. И сказать, что вообще к этому относятся как мультики, это было бы неправда. Как ни крути, как ни верти, Россия это одна из двух крупнейших ядерных держав мира, при том, что третья там где-то очень далеко, да, и там Россия и Америка это две страны, которые в одиночку, любая из них может уничтожить жизнь на земле. Вот любая. И, соответственно, когда лидер одной из таких стран начинает размахивать ядерные дубины и говорит, что у меня есть такое, что я сейчас сброшу, хотите через Южный полюс, хотите через Северный, а хотите в три раза облетев земной шар, ну здесь это никому мало не покажется. Это действительно угроза миру. Какая может быть экономическая политика властей? Вот мы увидим Путина в версии 4.0. Ну, вот интересно, что может измениться? Потому что сейчас вот начали с того, что пытаются НДС на 2% поднять и сказать, что никто не почувствует это. Мне кажется, что экономическая политика принципиально не изменится, потому что она достаточно последовательная на протяжении вот этих 18 лет правления Путина, усиление роли государства в экономике, постепенное закручивание налоговых гаек и повышение налогового давления, но тем более, что цены на нет не сильно растут, экономика не растет, доходов не генерит, соответственно, западные санкции будут оставаться, потому что никто не собирается добиваться их отмены в политическом режиме. Соответственно, инвестиций не будет, экономика будет расти медленно. Экономика растет медленно, медленно растут налоговые доходы. Медленно растут налоговые доходы у бюджета ограничения по финансированию своих обязательств. Поэтому будут повышаться налоги. Последнее очень важное, то, что все разговоры о справедливом суде, о верховенстве права, об очередной судебной реформе, они, конечно, будут разбиваться о неспособности Кремля пойти на политические реформы. Потому что не может быть независимого суда при отсутствии политической конкуренции. Не может быть независимого суда при отсутствии свободных средств массовой информации. Без свободного суда не может быть борьбы с коррупцией. Все это дело будет разъедать и так не очень большие ресурсы российской экономики. Поэтому мне кажется, что экономическая политика, а в чем она состояла на протяжении последних 10 лет? Да ни в чем. Просто какие-то ситуативные решения. Сегодня деньги выделить туда, завтра выделить деньги сюда. Случился кризис, перераспределили бюджет. Кризис прошел, нарастили бюджет. Цена на нефть выросла, поменяли бюджетные правила. Цена на нефть упала, поменяли бюджетные правила. Собственно, из таких мощных, ну, реальных решений, важных решений, наверное, последних 10 лет, ну, можно назвать только одно, это переход к плавающему курсу рубля. Да, это действительно важное решение, но, собственно говоря, Центральный банк пошел на него в конце 2014-го, начале 2015-го годов, ровно потому, что понял, что старая политика сдерживания курса рубля, болитных интервенций, она себя исчерпала. Да, что все, больше и больше, невозможно, невозможно удерживать курс рубля, потому что масштабы влияния внешнего фактора становятся запредельно большими. Вот, а так, никаких же особых решений не принималось, ну, так оно и будет. Сказать, что я ожидаю государственной экономики такого тотального и возврата к советской плановой системе, нет, не будет. Сказать, что я ожидаю замораживания цен и введения государственных цен, нет, этого не будет. Сказать, что я ожидаю реформ каких-то серьезных здравоохранения или образования, которые приведут к повышению качества услуг, нет, не ожидаю. Сказать, что я верю в то, что правительство найдет решение пенсионной реформы и объяснит не сегодняшним пенсионерам. Пенсионная реформа это не то, как сегодняшним пенсионерам платить пенсию. Пенсионная реформа это объяснить тем, кому сегодня 30 лет, как они будут жить через 35 лет, когда они будут получать пенсию, по каким правилам будут начисляться пенсии. Тоже не могу. Поэтому мне кажется, что, знаете, Путин 4-0, по большому счету, мало чем будет отличаться от Путина. 3-0, 2-0, в общем, примерно то же самое будет. И заключительный вопрос у меня, знаете какой, я как работник рынка ценных бумаг, меня очень интересует, что ждет наш рынок фондовый, ну даже не с точки зрения котировок, а будет ли он развиваться? Либо уже мне тут пишут, что закрываются кафедры ценных бумаг в каких-то институтах, я не знаю, правда это, неправда. Либо мы дойдем к такой ситуации, как в нацистской Германии, где будут низкие акции торговаться, но это будет чисто формальность. Ну, опять, я затрудняюсь давать такие долгосрочные стратегические прогнозы, мне кажется, что по большому счету рынок ценных бумаг, он не может быть более развитым, чем развитая экономика. Если экономика не растет, то и рынок ценных бумаг не растет. Если у вас есть блок на входе иностранного капитала в Россию, то очевидно, что это затрагивает и финансовый рынок. Мне кажется, что просто в России было действительно достаточно большое количество учебных заведений, которые готовили якобы специалистов по финансовому рынку, но по большому счету это, вы знаете, такая лукавая цифра. Я вспоминаю свою работу в Мэрил Линч, и я неоднократно участвовал в наборе сотрудников. Вот однажды я сидел в Лондоне три дня и беседовал с кандидатами, которые приходили устраиваться на работу в Мэрил Линч. Вы знаете, я там прослушал, наверное, за три дня человек 50, из них двое были с экономическим образованием, с бизнес-образованием. А остальные были филологи, историки, археологи, физики, математики. То есть вот все, что угодно, а вот такого термина, как специалист по финансовому рынку, там точно не было. И когда я спросил своих начальников, объясните мне, там, HR-департамент, объясните мне логику, вот я не очень понимаю. Говорят, послушай, ну ни в одном учебном заведении невозможно подготовить нормального специалиста по финансовому рынку, потому что в любом случае там разрыв огромный. Если плохой преподаватель, он не может научить хорошо. Если хороший преподаватель, то он работает у нас в банке. Вот, поэтому мы берем, нам нужны люди амбициозные, нам нужны люди энергичные, нам нужны люди, которые представляют из себя личности, а что им делать в инвестиционном банке, мы их научим за один месяц. У нас есть курс молодого бойца, специальная программа по обучению вот таких людей, и за 30 дней мы их превращаем в ту рабочую силу, которая нам нужна. Поэтому я, честно говоря, не сильно сожалею о том, что сокращаются факторы, кафедры по подготовке специалистов финансового рынка. Но опять, эти кафедры, они готовили мало кому нужных специалистов, то есть они не готовили специалистов. Они давали бумажку, но при этом люди, конечно же, не были специалистами. Вот, а что касается финансового рынка, повторюсь, нелепо ожидать, что он будет в лучшем состоянии, чем вся российская экономика. Спасибо вам большое за интервью, мне потребуется немного времени, потом Маша вам ссылочку пришлет. Спасибо. Хорошо, спасибо большое, до свидания, хорошего дня. Спасибо. 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 Продолжение следует...